Девушки отдыхают Девушки отдыхают Знаешь, кто кому дал, так непонятно Ну да, это редко Когда бывает понятно Но это будет, знаешь, дал Анастасия Волочкова Однозначно, потому что у меня там специальные добавки А откуда это медическое? Это что означает, Настя? Это означает, что это блюдо? В общем-то связано с аюрведой, здоровое питание Да, то есть я правильно понимаю, что Это учение, да? Ну, потому что не все, я думаю, что знают И поправь меня, это учение, которое Наверное, судя по тому, что здесь все такое свежее, позволяет открыть себя, открыть свои чакры, энергетические свои... Вот это все. Да, я правильно понимаю? На самом деле, мне кажется, это очень полезное блюдо. Давай начинать. Что нам нужно? Доска нужно резать. Эх, Настя, Настя, доска, конечно. Раз, я даже возьму сразу вторую, чтобы тоже... Знаешь, чтобы процесс ускорялся, я пока чечевицу возьму. Вот это блюдо готовится на основе чечевицы. Так, чечевица. Чечевицу нужно, наверное, поставить варить. Давайте помоги. Да, помоги мне, пожалуйста. Так, значит... Подождите, Настя, подожди. А я что вспомнил? Ведь был знаменитый путешественник Турхиердал. Это другое. Это другое, это не нет отношения, конечно. Да. Так, смотри, нужно в кастрюлю налить воды. В кастрюлю. А ты уверен, что прямо вот в эту гигантскую? Однозначно, вот в эту большую кастрюлю. Пять литров, да. Пять литров. Я уже поставил, я уже поставил, подожди, наливаю воду. Да, сначала можно я чечевички насыплю? Насыпь чечевички. Так. Так, поехали, наливай. Заливаем много воды, да? Да. Много? Ну, половину. Ну, просто ты мне скажешь. Я скажу тебе. Потому что я... Всё, отлично. Всё. И пускай кипит. Конечно. Закрываем. Солить не в коем случае. Надо посолить. Где у тебя соль? Соль у меня... Вот она. Какая лучшая соль подходит для Дала? Вообще морская соль. Морская. Настя, как человек, который закончил лаганскую училищу, знает лучше нас, что морская соль – это та соль, которая продаётся в Санкт-Петербурге на улице Большая Морская. Это точно. И в этой соли обычно ножки можно ещё, знаешь, вымачивать. Компрессики такие делать и ванночки для ног. Ну, это правда, что вот действительно ли, вот вспоминая сейчас то, что было во время твоего обучения, что это действительно такие прямо, ну, очень серьёзные физические мытарства. Это правда? Конечно. Сколько ты тратила времени, часов на занятия? Ну, возьмём так. Ты берёшь баклажан, режешь его, а в это время тебе рассказывают. Ты мне рот баклажаном-то не затыкаешь, Настя. Рассказывай. Как резать баклажан только, рассказывай сначала. Кубиками, как угодно. Кубиками, как угодно. Да. Ну, так послушай, когда я была в училище в балетном, я занималась с 9 утра до 7 вечера, а потом я приезжала домой, у нас просто были занятия балетные и общеобразовательные совмещенные, а потом дома, всё сначала у балетного станка с частным педагогом. Так, Настя, а ты не хочешь что-нибудь тоже сделать? Я хочу, я хочу горчичное зерно, сначала налить масло хочу из виноградных косточек, вот здесь оно эксклюзивное. Масло из виноградных косточек, Настя, да, смотрите. Я же тебе обещала блюдо специальное. Один баклажан или ещё нужно, Настя? Один, достаточно. Слушай, а как здесь это, газ зажечь? Газ зажигаем. Сейчас, секунду. Так. Смотри, вот в это масло... Это, давай я помогу. Давай, открывай. Давай, давай. Горчичное зерно, да? Да, горчичное зерно. Да, и что с ним делать? Насыпать его. Куда? Да. Примерно нужна одна столовая ложка, давай всё на глаз сделать. Вот так. Пойдёт? Ну, я бы сказал, на мой глаз да, столовая ложка. А на мой глаз нет. Нет. Вот так. А дай мне какую-нибудь, пожалуйста, мешалку. Мешалочку. Смотри, выбирай, здесь мешалок, значит, тьма. Тьма, ну давай какую-нибудь мешалку. Сказала одна балерина, которая пришла в Марининский театр. Здесь мешалок тьма. Все мешают. Надо, знаешь, его раскалять, пока оно трещать не начнёт. Сейчас, подожди. Сейчас, когда ещё слух ещё хороший был. То есть, подожди, если сейчас мы попросим всех замолчать... Да, то, может быть, мы услышим треск и потреск. Мы услышим горчичное зерно, как трещит горчичное зерно. Да, но пока оно трещит. Ты слыхал, как трещит горчичное зерно. Слушай, а пока оно трещит... Что, цукини? Значит, так же кубиками нарезаю? То же самое, да. Так же кубиками нарезаю. Настя, по-прежнему мы с тобой уже встречались у нас на кухне. Да. Если честно, хочу тебе задать... Я вопрос этот задавал. Тогда как часто тебе удаётся вот сейчас, на данном этапе твоей жизни, готовить? Ой, честно говоря, очень редко. Очень редко. А как ты... Хорошо. А как ты питаешься? Что? Ты питаешься в ресторанах, тебе приносят специальную какую-то еду. Это же очень интересно, особенно ты. Знаешь, на самом деле у меня очень простая вообще еда дома присутствует. Это в основном салатные листья. Мы с тобой даже, по-моему, какой-то салат готовили в прошлом. Вот, шпинат на пару. Ну, а вот такое блюдо дал, это уже эксклюзивно. Для тебя дал, это получается тройкалорийное блюдо, да? Дал, ну, как бы оно такое уже, серьёзное. То есть, как для нормального обычного человека, нога баранья. Да. Для тебя дал? Для меня дал. Ну, надо же. Настя, расскажи, пожалуйста, я могу смешивать цукини и... Нет, не можешь. Ты можешь, знаешь, что сделать? Вот надо вот эту чечевицу постепенно как-то, знаешь, сливать накипь. Ты можешь мне помочь это сделать? Сливать накипь? Да, вот так её раз и вот в каком-нибудь... Вот эту белую пенку, ты имеешь в виду? Господи. Пенку! Да вот у нас пеносъёмник. Ну, Настя, смотри, сейчас пенку всё... У тебя так всё ловко вообще. У меня здесь всё очень ловко. Ты знаешь, сколько пена дала чечевица. Да. Давай я пока тоже что-нибудь порежу. Настя, пожалуйста, порежу. Вот смотри, вот у тебя доска. Вот у тебя, да, крышка. Крышку прибираешь. Давай я спаржу порежу. Спаржу. Как нужно резать спаржу? Да просто на мелкие всякие кусочки. Настя, расскажи, а бывают дни, когда, знаешь, когда ты приходишь домой, даже так, ты хочешь прийти домой и вообще наплевать вот на все эти какие-то... То, что вот ты ешь листья, а пожарить хорошую отбивную, съесть пиво себе налить, взять чипсы. Бывает? Маечка, нет, такого не бывает. Закурить сигарету с ментоном. Слышишь, у меня даже честный желание... Позвонить в телевикторину какую-нибудь, где, знаешь, там, расставьте правильно буквы, проиграть тысячи четыре рублей. Кошмар. Не бывает такого? Нет, вот я, ну, ты же поняла, что я хотел спросить. Я поняла, естественно. Просто мясо я не дем лет с восьми, вот когда в балетную школу пришла, все, я отказалась от мяса, честное слово, и мне даже не хочется. Я вот могу сказать, что шпинат с тертым сыром пармезан для меня вкуснее, чем пицца. Вот, слышите? Слышите? О, началось, да. Помешивай, Настя, помешивай. А то сейчас, если не мешать горчичное зерно, оно начнет стрелять. Известный случай, как несколько человек были ранены во время приготовления. Да, можно я тогда быстренько баклажаны... Туда уже, да? Конечно. Давай. Пока только баклажаны, да? Да, все по очереди. Отлично. Отлично. Насколько я понимаю, пена будет появляться в течение всего процесса варки, и ты меня надолго сюда поставила, Настя, да? Просто надо было ее взять в кастрюльку и так слить. Мне еще, знаешь, надо водички вот сюда в сковородочку добавить. Что для этого нужно? Добавить просто водички? Да. Сейчас я сделаю это, Настя. Спасибо. Вот так? Да. Вот так, да? Да, можно я сюда же цукини добавлю? Пожалуйста. А ты еще порежь, пожалуйста, пока пенка там... Еще цукини, да? Да. Давай скорее. Так, давай, немножко быстро. Так, на, пожалуйста, на тебе ножик. У меня ножик есть, это тебе. С ножами у тебя все в порядке, я так понимаю. С ножами все в порядке. То есть вот такого, ну хорошо, а как, знаешь, мне кажется, есть в жизни любого человека, ну вот, мне кажется, особенно того человека, который очень пристально следит и тщательно выполняет какие-то правила, следует им, есть моменты, когда хочется, ну, на секунду вот это все, знаешь, так, эх, так сказать, ну чуть-чуть, вот знаете, когда у меня вот такое происходит, я знаешь, что делаю? Я, я, например, еду в ресторан быстрого питания. Это происходит раз в несколько лет. Мною движет идея набить свой желудок. Тебе не тяжело потом? Очень. Знаешь, как потом встал? И это чувство тяжести, когда ты не можешь поднять руку, для того, чтобы взять десерт. Ты поднимаешь руку, а она падает. Да. Настя, нет вот, вот такого нет? Нет, абсолютно. Отправляй сюда. Да. Слушай, знаешь, что... То есть железная прям дисциплина. Есть такая фишка зира. Есть такая фишка зира. Да. Я бы сказал так, есть в казино такое поле, зиро. Зиро, да. А фишка, это, да, приправа зира, абсолютно верно. Здесь, ты понимаешь, все это блюдо дал. В нем самое главное, это приправы. Можно ли назвать Настя какое-то, какое-то национальное принадлежность блюду дал? Я думаю, что, скорее всего, индийское. Индийское блюдо дал. Ты даже можешь в трех раз угадать, кто меня научил его готовить. Далай-лама? Два варианта. Либо далай-лама, либо... Раджи в Ганде. Почему-то мне сразу пришло... Нет, я научил готовить это блюдо мой бывший муж Игорь. Вот! Ну, надо же. Ну, это я практически угадал тогда, получается. Дорогие друзья, Настя, вот какую пену ты имела в виду. Да, да. Подожди, 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 не трогай ничего. Давай уже отнеси эту кастрюлю, слей там эту пену и перенеси ее обратно. Во время проского пресечения... Давай я пока парюсь в капусту. Так, и что, прямо вот брать так и сливать? Да, 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 только там чечевицу не слить. Вот я и не хочу, да. Подожди секундочку, сейчас мы уберем эту противную пенку. Непростая эта задача поднимаешь. Так, Настя, ставлю обратно. Да. Доливаем воды. Я напоминаю, что у нас всемирно известная и популярная балерина Анастасия Волочкова нарезает цветную капусту. В этот момент дал уже находится внутри сковороды, где в зире и в раскаленном горчичном зерне тушатся и обжариваются цукини и баклажан. Чечевица кипает. Настя, на секунду тебя оставлю. У нас, друзья, короткая реклама, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что в переводе на татарский сказка Ершова «Конек-Горбунок» звучит как «Азу-мал-мала». Алло, алло, это Амалия Амалия. Я в ресторане в ресторане, доедаю кускус и киш-миш. Подавайте «Такси-такси» из кинофильма «Волга-Волга». Дорогие друзья, смарт на Первом канале. У нас в гостях Анастасия Волочкова. Настя, смотри, что я принес тебе с рекламы. Ой, да ты что, какая прелесть. Я бы назвал это, вот если там мы готовим дал, то это не дал. Это взял. Это не дал. Да, это взял. Смотри, это бланшированные помидоры. Да, оставь их, пожалуйста, они в конце пригодятся. Они в конце пригодятся. Тогда я оставляю их. Слушай, пока они пригождаются, можно капустку еще сюда добавить? Добавляем капустку цветную. Да. Водички чуть-чуть сюда нет? Да, доливаем, доливаем, доливаем чуть-чуть. Доливаем чуть-чуть водицы студеной. Капустка пошла у нас. И осталось порезать только брокколи. Режем брокколи. Режем брокколи. Хорошо. Настя, вопрос, который я не могу тебе не задать, задаю его всем, получаю всегда разные ответы. Мне кажется, это очень важный момент. Я разбираю на соцветия, правильно понимаю? Да. Вот что я хотел тебе узнать. Ты путешествуешь невероятно много. Очень. И так боюсь летать на самолетах, больше всего на свете. Серьезно? Очень. Настя, тогда первый вопрос будет связан именно с этим. А что ты делаешь, Настя, чтобы не бояться летать? Потому что действительно, я думаю, что вот миллионы людей ищут ответ на вопрос, что делать. Знаешь, я боюсь всегда и ничего не могу с этим поделать. Ну, хорошо. Ну, понятно, что все, знаешь... Ну, можно накатить, конечно, но это, знаешь, нужно выяснить. А больше ничего и не нужно было. Все, Настя, спасибо. Нет, Настя, ну серьезно, хорошо. Ну, можно выпить немножко алкоголя для того, чтобы... Это все равно не поможет, потому что... Не, ну, просто для того, чтобы это помогло, нужно выпить столько, что потом уже... Беспорядка. Грань между балериной и человеком стирается окончательно, да. А что это... Ну, хорошо. Можно... Ну, что можно? А можно какой-то, наверное... Есть же специальные какие-то, я знаю, такие вот... Я просто сам очень боюсь летать. Я пользуюсь первым способом. Да? Нет, ну, хорошо, есть какие-то таблетки, которые ты принимаешь, они как бы успокаивают. Есть какие-то таблетки, которые ты пьешь и сразу засыпаешь. Я не знаю таких таблеток, честно говоря. Ну, засыпаешь, да, но потом нужно же проснуться вовремя. А еще ты же понимаешь, что когда ты спускаешься с тряпой самолета, обычно встречают камеры телевизионные. То есть нужно еще выглядеть нормально, а не выходить и так, знаешь, глаза протирать. Меня часто встречали камеры, но не телевизионные. Вот знаешь, самое удивительное для меня что? Вот ты сидишь в самолете и, допустим, рядом или на соседнем ряду сидят люди. Ну, они не боятся вообще. Когда трясет самолет, они смеются, разговаривают. А ты-то один понимаешь, что все уже, да? Значит, я по-хорошему им завидую. Я сразу вспоминаю, сколько еще всего не сделано в жизни, сколько не станцовано, сколько людей еще не встречено в жизни. Каких добрых дел можно еще слышать. Ну, удивительно, я тоже, когда какие-то происходят, когда что-то трясет, я тоже думаю, сколько я не станцевал в жизни. Практически вообще ничего. А я еще, ну, сколько я не приготовила вот этих далов и взялов. Давай капустку забросим сюда. Итак, друзья, вслед за цветной капустой им отправляется броккорь. То есть практически так, ну, потихонечку, одно за другим, да? Да, да. Нет такого, что прямо там что-то отдельно. Водички не надо? Надо. Добавить, да? Да. Давай. Видишь, как ты следишь за процессом. Я слежу, Настя, за процессом. Ну, а как же? А как же? Вот я, знаешь, добавлю водички вот сюда, чечевицу. Потому что тут что-то... Огонечек надо там просто поменьше сделать. Поменьше сделал уже. Все, Настя, сделал. Спасибо. Да, сюда добавляем. Добавил вот сюда водички. Масла, я так понимаю, тоже мало. А ты вот, кстати, ну, ты используешь масло, когда готовишь какие-то блюда? Ну, в основном оливковое или вот виноградные косточки. А чем отличается масло, ну, я имею в виду, по своим каким-то качествам? Ну, знаешь, по вкусовым качествам как-то оно мало отличается. Но вот по каким-то целебным даже, я бы сказала. Серьезно, да? Виноградные косточки, да, оно более так считается подходящее для приготовления, как я уже сказала, ведических блюд. Секундочку, я возьму вот эту, прямо ее сделаю поменьше. Это она как-то какой-то очень, она большой. Вот. Да, шикарно. Смотри, закрываем. У меня такой вопрос. Ты работала в Мариинском театре, работала в Большом театре. Ты можешь назвать нам, если у тебя ассоциируется, например, вот какое-то блюдо, связанное с Мариинским театром, например, что в буфете Мариинского театра? Вот все балетоманы, даже так Снегиев сказал наоборот, артисты балета или артисты оперы едят. И что в Большом театре? Чем славится буфет Большого театра и чем буфет Мариинского? Я могу сразу сказать, что в Мариинском театре это всегда салатики. Ну, какая-то здоровая пища там. Свеколка вареная с майонезиком или со сметанкой, или там винегретик. Подождите, балерины едят майонезик? Ну, майонезик нет, ну, сметана, например. Ну, все равно, легкий салатик. Легкий такой салатик, да? Капустка с маслом оливковым, там, с морковочкой. Понимаешь? Ну, это, потому что, Мариинский, гречневая кашка. Мариинский, а Большом, я так понимаю? Булочки, пирожки. И вот меня так всегда удивляло, я прихожу в Вен Большого театра. А там Цискаридзе сидит и вот такой батон пополам разрезает, туда колбасу накладывает, майонез выдавливает. Ну, это примерно... Слушайте, ну... Ну, вот разница, так что... Разница. А вот как, кстати, например, за... Ведь, ну, давайте так называть, когда драматические артисты говорят, я с утра не ем перед спектаклем, мы можем понять, что нужно там какое-то внутреннее какое-то чувство голода, да? Идет вхождение в образ. Но, простите меня, в профессии артиста балета есть еще и невероятно физическая нагрузка. И тут, как мне кажется, если ты ничего не поешь, так может и плохо стать. Вы знаешь, это очень такое предвзятое мнение. Вообще, я считаю, что чем человек меньше ест и чем легче он питается, тем больше сил. Потому что... Мне так папа говорил, когда я ел колбасу один. Не хочу ничего сказать в адрес твоей готовки, приготовления пищи и немного разных блюд. Но в любом случае, вот в день спектакля, в день концерта и вообще перед нагрузкой лучше не есть вообще ничего. То есть ты, когда ты вечером танцуешь, когда ты вечером играешь в спектакль, ты не ешь вообще? Я не ем вообще, я пью чай с лимоном и мёдом утром. И потом так получается, что у меня весь день занят на концертной площадке. То есть я прихожу, у меня занятие балетное, разогрев. Это, как правило, репетиция на сцене, это установка световых, звуковых эффектов. Это тоже ты делаешь? Ну, я, конечно, не делаю. Ты следишь за этим? Не, ну серьезно. У меня, конечно, есть технический администратор. Безусловно, но ты вот, знаешь, есть люди, которые все равно идут и проверяют. Я, конечно, проверяю. Проверяю даже, как и вся декорация на моем концерте. И все это затрата времени. И я даже не успеваю поесть. Потом, вот как я сказала, грим, костюм, опять я занимаюсь балетным уроком класса, еще полтора часа времени. И потом спектакль, не спектакль, а концерт, который идет, два деления, то есть три часа. Потом я еду в русскую баню, в ледяную купель окунаюсь. И только потом, часов 12, я могу позволить себе ужин и мой любимый кальян. Вот. Мой график. Скажи, пожалуйста, вот смотри, брокколи, особенно вот этой, она же долго должна готовиться. Не надо ли я нам покажу? Ой, не брокколи, а спаржу. Я понимаю, спаржу. Почему я назвал спаржу? Брокколи. Держи. А, давай я буду что-нибудь делать одно. Держи крышку. А я прямо раз, два, три, четыре, все там. Хорошо. Все, отлично. Это был последний, завершающий шаг. Теперь нам нужно будет все смешивать. Это будешь делать ты. Да, это будет. Но самое важное, чтобы эти все овощи, чтобы они как-то уварились. Почему-то у тебя огонь какой-то слабый, мне кажется. Слабый огонь? Ну, у тебя, я знаю, что не слабый, но... Во мне просто такой огонь. Здесь, почему? Здесь все нормально. Все следует. Хорошо, все, да? Сейчас мы их поставим на более... Больше их уже не будет. На более... Больше вот это все, да? Да. Помидоры мы добавим в самка цепи. А белую спаржу? Белую спаржу давай оставим на закуску, на салатик. Ты приготовишь салатик. Ну, давай добавим, давай добавим белую спаржу. А ты хочешь, Настя, ну что, я не знаю, ты торгуешься, я не знаю. А я не торгуюсь, давай белую спаржу. Красивый план сейчас, да, вот взял оператор? Не знаю. Не трогай, не трогай, вот куда бы это ушло, в результате. Очень мне нравится вот это все. Давай открывай тогда крышку. Давай. Все. Давай, давай. Дал, это значит крышку. Дал. Дал. Перемешиваем. Ну, подожди, нет, надо же, чтобы уварилось все, проварилось. Нет, я имею в виду спаржу. А, конечно, конечно. Перемешиваем. Знаешь, тебе нужно... Хорошо, в конце концов уварилось. Но тут у нас одни овощи, которые, ну что, их не надо варить по 7 часов-то. Это все достаточно быстро. Конечно, тогда нужно смешать их в костыльку. Как вот? Подожди, у нас здесь чечевица. Да, в нее нужно добавить овощи. Как это будем делать? Подожди секунду. Вот эти овощи? Да. Вот отсюда мы берем овощи и кладем сюда? Да, как это возможно сделать? Сейчас я все тебе покажу. Да? Да, слушай, такой способный человек, что я поражаю. Тишина. Прямо вот так я беру, да? Да, да. Опс. Да, вот так тоже можно. Опс. Знаешь, когда вот еще меня учили готовить это блюдо, могу сказать, когда я назвала его супом, была такая страшная обида, что я понимала, что все, я уволена. И вот это тоже выливаем? Смотри, конечно, горчичное зерно. Настя, брата, только руки не горячо тебе. Подожди, я термостойкий человек. Ты термостойкий человек? Я в бане каждый день почти парюсь. Да, я забыл. Баня, ледяная купель, понимаешь? Баня, ледяная купель. Спасибо. Такой контраст. Спасибо. Можно я это суету? Да, ставь, пожалуйста, это туда. Мы перемешиваем это с чечевицей. И это должно все в течение какого-то времени вариться. Да, но тебе надо добавить там много-много всяких... Прежде чем мы будем добавлять... Помидор еще, помидор ты забыл. Прямо сейчас туда, да? Конечно, сейчас самое время. А я знаю, где у тебя нычка аджики. Ты знаешь, где у меня нычка? Да. Настя, подожди. Мелко режем помидор? Да, можно так. Знаешь, вот так, отлично. Смотри, по столовой ложечке всего добавляем. Так. Так, размешиваем. Так, давай. Это была аджика, ты, главное, запоминай, потому что я один раз приготовлю. Я все запоминаю. Ты один раз приготовишь, и где тебя? Ищи свищи. Сидишь в каком-нибудь зале ожидания, готовишься к полету. Так и есть. Так, знаешь, что там еще было важно? Вот, имбирь сухой, я где-то видела у тебя здесь. Вот, это он. А то, понимаешь, тоже странно, Настя. Представляешь, как странно будет, вот ты говоришь, где мы еще увидимся? Ты права, потому что, а как тебе? Вот ты танцуешь, выходишь на поклоны, играешь в спектакль, выходишь на поклоны, и вдруг мужчина в зале встает и говорит, Настя, помнишь, дал? Мы вместе готовили. Помнишь? Так. Добавил? Смотри дальше. Сухой имбирь. Ложечку столовую. Столовую ложечку сухого имбиря? Да. Даже можно так чуть побольше, она у тебя маленькая какая-то ложечка. Да? Слишком высох имбирь, Настя. Наверное. Так, мешаем, да? Мешаем, да. Ох, как запахло-то. Ой, я тебе говорю, такие специи всякие, да, вот куркума, смотри. Куркума. Это святое дело. Скажи мне, а перец острый не нужно нам? Обязательно нужно. Туда тоже, да? Да, давай его порежем. Вообще, я обычно, знаешь, как сделаю? Прямо? Я соль не ем вообще, на самом деле. То есть, то, что мы сейчас готовим, это для нормальных людей. Да. Я перец обычно просто так вот в прикуску острый, представляешь, с супом. Ну, не с супом, это нельзя суп называть, это дал. Сейчас сразу выпал из рук. Давай его порежем. Перец из рук выпал, Настя, как ты? Давай порежем его и добавим все-таки в костюм. Слушай, но зернышки-то мы эти оставляем или... Оставляем, оставляем. Да? Да, смотри, вот куркуму не забудь добавить, когда будешь сам готовить в следующий раз. Да. Так, Настя, знаешь что, я пока на секунду оставлю перец, ты добавила куркуму, через 2 секунды я тебе подойду, Настя. У нас короткая реклама на первом канале, после которой мы вернемся и узнаете, что зера в переводе с азербайджанского означает «дедушка опять в казино поехал». Ольга Львовна, я, конечно, понимаю всю эксцентричность моего к вам предложения, но не хотите ли завтра отужинать вместе со мной на природе в костюмах Адама и Евы? Николай Васильевич Гоголь, ночь накануне Ивана Купала. Дорогие друзья, смак на канале номер один, и у нас в гостях Анастасия Волочкова мелко порезанный красный острый перец отправляется вот сюда. А болгарский нет, да? Нет. Потому что от Болгарии до Индии далеко. Какие болгарские перцы? Что у нас происходит? Иван, посмотри, важный момент, нужно успеть добавить смесь карри, это смесь перцев. Смесь карри? Да. Ну приправы, да, карри. Ну разный карри, но это разные перцы. Карри есть, да. Ну золотой карри, вот это золотой карри, это очень редкая вещь. Золотой карри. Да. Золотой карри так сказали в Литве, когда Гарри Каспаров назвал свой гонорар. Золотой карри. Настя? Стружка кокосовая. Настя? Такого, наверное, ты еще не видел, но здесь это нужно добавить так сполна, смотри. Настя, каша из топора, мы сейчас достали все овощи, и уже будет хороший суп все равно. Слушай, ну вот смотри, я так вспоминаю, все ли мы добавили, кажется, все осталось вот эта священная асофетида. Настя, ну что такое асофетида, ты хочешь рассказать? Что это? Честно говоря, я не знаю. Я думаю, Игорь, когда учился, ему, наверное, подсыпали такой асофетиды. Ты знаешь, удивительно, что и не пахнет. Давай я буду мешать, остался последний заключительный штрих к портрету, это порезать кинзу и укроп. Порезать кинзу и укроп, я сейчас это сделаю за одну секунду, смотри, Настя. Только не смешивай. Согласен. Итак, мы находимся практически уже в финальной стадии нашего приготовления дала. Кинза с тебя сначала. Кинза и укроп. Только не смешивай, кинза отдельно, потому что кинза добавляется в кастрюлю, а укроп уже в тарелочке. Две секунды, надо отрезать ноги кинзе. Отрежем ноги этой кинзе. Говорили эти бездарные балеринки, кардоболетщицы. А смотри, пошла кинза. Отрежем ей ноги, ее чтобы... Потрясающая техника у тебя, конечно. Ну, Настя, это я и тебе могу сказать. Техника у тебя, конечно, потрясающая, Настя. Понимаешь? Так. Все здесь. Смотри, все здесь практически готово. Закрываем крышкой? Да. Выключаем. Выключаем, а перемешать-то вот там, чтобы кинза там... Перемешать обязательно. Немножечко. Конечно. Вот так, вот так. Ну, ты знаешь, это блюдо уже готово. Так, скажи, пожалуйста, Настя, пока настаивается наш дал, пока мы сейчас... Пока ты режешь укроп. Пока я режу укроп. Я бы хотел тебе спросить, можно ли чем-то заменить асофетиду? Ты знаешь, к сожалению, нет. То есть, или она есть, или ее нет. Асофетидом. Смотри, я красиво, какой зеленый нашла тарелочку для этой штучки. Потрясающе, Настя, потрясающе. Вот так, вот так. Да. Это мы убираем. Конечно. И у нас уже, смотри, финальные аккорды у нас есть вот такие вот, мне кажется, идеально подходящие. Настя, смотри. Да. Да? Просто клевые эти штучки. Да? Клевые штучки. Такие, знаешь, для кошки миски. Миски для кошки, собачки. Настя, мы из них уже два года едим тут. Ну, Настя, ладно, прежде чем мы откроем и разложим это по тарелкам, я сейчас попытаюсь сделать невозможное. Я буду вспоминать рецепт. Значит, мы ставим отдельно вариться чечевицу. Чечевица варится. Самое главное, мы должны брать всю пену, которая при накипе появляется. На сковородке мы разогреваем масло из виноградной косточки, добавляем туда зерно горчицы, пока оно не начинает трещать. В трещащее горчичное зерно кладем мы баклажан, порезанный на кубики, туда же потом цукини, порезанный на кубики, туда же через какое-то время зера, и добавляем воду. Все это тушится какое-то время. Через какое-то время мы добавляем туда цветную капусту, потом мы добавляем туда брокколи, потом мы добавляем туда спаржу белую, потом добавляем зеленую, потом мы добавляем туда отбланшированный помидор, и порезанный уже. Мы все это переваливаем в общую кастрюлю. И вот туда мы добавляем сначала сушеный имбирь, раз, куркума, два, карри, три. Кокосовая стружка. Кокосовая стружка, четыре, порезанный красный острый перец, пять, кинза, шесть. Кажется, все. И осталось нам... Осталось вот это священное асофетида. Настя, я прошу тебя это сделать. Священное действие. Священное действие. Я пока достану ложечки. Вот обратите внимание, наугад достал две ложки. Вот сразу видно. Да? Одна для балерины, вторая для ведущего программы. На палочку, пожалуйста. Спасибо. И Настя, и тебе не откажи. Не откажи. Не откажи, отведай. Могу ли я укропчиком слегка припорошить мой дау? Будет обязательно. Обязательно нужно это сделать. Как, вот смотри, Настя, налила ты немного. Да. И вот, друзья, мы с вами сейчас вместе с Анастасией Волочковой начинаем понимать, откуда пришла к нам знаменитая пословица «мал да удал». Дал. Дал. Дал мал да удал. Это другая пословица. Итак, Настя, позволь мне, очень горячее, очень аккуратно, предупреждаю. Как же ты будешь снимать пробу? Пробу, сейчас уйдут духи дала. Вот смотри, баклажан. А ты чувствуешь, какие духи? А там приправки-то все так раскрылись. А не, приправки все раскрылись. Вот смотри, вот баклажанная душа полетела. Ну, Настя. Ого-го! Что, остричок? Остричок. Ну, слушай, это же... Про меня так всегда говорят. Да, у меня. Остричок. Слушай, классно, хоть благодаря передаче твоей хоть можно позавтракать. Это вообще очень редко случается в моей жизни. Слушайте, я хочу сказать, что это очень вкусно. Как тебе считается? А зернышки как тебе? Нравятся горчичные? Очень. А как ты считаешь, я не перебольшил с перцем? Не много перца? То есть ты такая острая... Ты знаешь, для меня это просто супер. Ну, нормальный человек, наверное, да, немножко как-то будет удивлен. Настя, все хорошо. Ну, я тебе сказала про перец красный, что на самом деле его нужно в прикуску. Так, хрум-хрум-хрум. Вот. А для нормальных людей готовить без красного перца. Что значит, прикуску хрум-хрум? Настя, ну ты кого-то нас держишь? Хрум-хрум-хрум. Хрум-хрум, красный перец. Ну, я не знаю, Настя. Я бы очень хотел однажды посмотреть, как ты их хрум-хрум-хрум. Вот так, ну. Настя, наступает, Настя, время подарков. Я заем это. Значит, я бы хотел сейчас, друзья, чтобы вы поаплодировали Анастасии, пока я несу для Насти подарки. Настя, всемирно известный производитель посуды. Компания Тапуэр дарит тебе инновационные изделия. Стаканы и кувшин из коллекции «Очарование», Настя. Кастрюля шефа из премьер-каталога. И комбайн. Улучши качество жизни вместе с инновационными изделиями Тапуэр. Настя, это все для тебя. Я убежден, что все это найдет применение в твоем большом доме и в твоей кулинарной жизни. У нас в гостях сегодня была Анастасия Волочкова. Настя, я сейчас вернусь. Тебе мы будем доедать дал. Друзья, смотреть нас ровно через неделю. Вы узнаете, что куркума в переводе с индийского означает «Тетенька, не стесняйтесь, курите прямо за столом».